МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Дура ты, Люська, следила за своим мужиком, следила. Пока ты следила, мы раз, и ребенка сделали. Тебе все равно ничего не достанется. Мы это посмотрим. Будет у нас... Важно, что я законная жена. А это что? После 15 лет брака Ирина Свешникова решила оспорить отцовство бывшего супруга Андрея. Ирина утверждает, что настоящий отец ее сына – некий Виктор Никифоров и бывший муж Ирины, и сам Никифоров, и даже его супруга Людмила убеждены, что Ирина лжет. Но что покажет результат экспертизы? Вы меня чего? Тупо развелись, что ли? Я не понимаю. Что происходит-то? Так, если такая история... Николай, верни мне, пожалуйста, деньги. Какие еще деньги? О чем речь? Какие деньги? Николай Свиридов уверен, что 9-летний Павел не является его сыном. Это же утверждает и его теща, которая убеждена, что отцом ее внука является успешный бизнесмен Андрей Пичугин, с которым у ее дочери, Марии, в прошлом был роман. Мама мальчика отрицает такую возможность, обвиняя мать в корыстных мотивах и попытке разрушить ее жизнь. Слушается гражданское дело по иску Свешкиной Ирины Сергеевны к Свешникову Андрею Львовичу. Об оспаривании его отцовства в отношении несовершеннолетнего сына Свешникова Леонида Андреевича, которому сейчас 15 лет, рожденного в браке, а также по иску Свешникова Ирины Сергеевны к Никифорову Виктору Ивановичу об установлении его отцовства и о взыскании с него алиментов на стержание ребенка в размере 25% от доходов ответчика. Ответчик Свешников Андрей Львович исковые требования не признает. Ответчик Никифоров Виктор Иванович исковые требования также не признает. Ирина Сергеевна, вы в разводе, но сын был рожден в браке, правильно я понимаю? И, собственно говоря, Андрей Свешников был уверен, что он является отцом Леонида. Это вы, да? Почему вы только сейчас обращаетесь в суд об оспаривании его отцовства, об установлении отцовства другого лица? Ваша честь, мой бывший муж был уверен, что он отец Леони. Но это не так. Но так получилось. Понимаете, так получилось. Я все 16 лет скрывала об этом. Никому не говорила. Но он же не платит. Он же мне целые копейки платит. Элементы вообще не платит. И что мне делать? Я работаю, перебиваюсь с копейки. А вы давно в разводе, да? Мы в разводе, да. Но я и решила рассказать о том, что Виктор, Виктор Никифоров, его отец. Понимаете? Это все случилось 16 лет назад. Мы ездили на юг отдыхать. Ну, в поезде познакомились с парой. Виктор и Люда. Познакомились. Нам интересно с ними стало. Все. Решили дом снять. Сняли мы дом. И в тот день все произошло. Понимаете? На четверых один дом сняли, да? Да, мы на всех сняли. Ну, чтобы нам весело было. Ну, и в тот день все произошло. У моего бывшего мужа Андрея живот скрутило. А у Люськи критические дни были. Ну, мы поехали на песчаный с ним пляж. Вот как сейчас все помню. Поехали. Ну, там все и случилось. Ну, мы решили просто об этом больше не говорить. А когда я приехала в город, я поняла, что я беременна. Вот я только одного понять не могу. Я смотрю на вашего сына. Мальчику 15 лет. Очень взрослый человек. Да. Вы сейчас почему обратились в суд? Потому что вам ваш бывший муж перестал платить алименты. И вы решили взять алименты с другого человека, которого, вполне возможно, вы считаете своим отцом. Отцом вашего ребенка. Я не считаю, это так и есть. Во-первых, он же хорошо зарабатывал. Он был бизнесменом. И все деньги он приносил в семью. А сейчас что? То есть задача в ближайшие три года до совершеннолетия вашего ребенка получать алименты высокие, да? Ну да. Конечно, естественно. Он же платил алименты и получал хорошо. А, вы сейчас про бывшего мужа, да? Да, про бывшего мужа про Андрея. Он был бизнесменом, получал хорошо. Ну а потом что? Слег на диван и ноги свесил. И ничего ему не нужно было. Водит заблуждение. А что мне делать? Я работаю риэлтором, понимаете? Мне сына нужно обеспечивать. Андрей Львович, скажите, пожалуйста, как вы вообще оцениваете сложившуюся ситуацию? Потому что из того, что говорит ваша бывшая супруга, впечатление такое, что у нее на вас очень сильная обида, потому что вы перестали платить алименты в том объеме, в котором платили их раньше. Все верно? Я сейчас вам все объясню. Так. Она много сказала, она пытается ввести в заблуждение. Дело в том, что это месть, это чистой воды месть. Мы живем 15 лет уже. Но вы же в разводе. Два года в разводе. Так. Мы жили очень хорошо. У меня был собственный бизнес, у меня была семья. Потом что происходит? Да, такое происходит, действительно, я обанкротился. Да ты нищеброд сейчас, какой ты обанкротился. Пожалуйста, не надо меня оскорблять. Так. Я обанкротился. Жена от меня ушла. Конечно. Остался только сын. И вы представляете, она сейчас настраивает сына против меня. Говорит, папа совершенно никчемный человек. Такой-сякой. А в голове-то у нее только деньги. Только деньги. Она настраивает сына, говорит, вот у папы сейчас без денег, все. Значит, раз у папы денег нет, и папа вовсе не папа. Так выходит. Папа не папа, да, получается. Это не его отец. Как только у меня денег не стало, она сразу подала на развод. Скажите, пожалуйста, Виктор, а как вы считаете, вы можете быть отцом вот этого взрослого 15-летнего мальчика? Ваша честь, это большего бреда я в жизни вообще не слышал. Я знаю ее, когда мы познакомились с ними, когда ехали в поезде. Все, с того времени. А сейчас, получается, она мне заявляет, я все бросил, должен побежать и помогать этому Лене. Конечно, если это твой ребенок. Кому ты должен помогать? Да не надо мне здесь по ушам. У нас что-то с тобой было, этого я даже не припомню. Было. Я всегда нахожусь в трезвом месте. Я сейчас все прекрасно помню, как у нас с тобой было все на пляже. Как вы считаете, Андрей, как вы считаете, ваша супруга на что рассчитывает? Ведь были проведены генетические экспертизы. Получается, она на 100% уверена, что экспертиза покажет, что вы не отец, отец Виктор? Нет, нет, все немножко не так. Дело в том, что она, как вам сказать, как вам объяснить, не хочу говорить плохо, она очень жадная до денег. Вот мы с ней прожили определенный период времени, да? И вот, например, день рождения. Может, на день рождения были деньги, миллион рублей, подарки, пожалуйста, тоже, все. Все ей. А что, ты должна на день рождения купить? Правильно, тебе и купили, и подарили, и все сделали. Ты еще хочешь? Еще хочу. Сейчас у меня появился день фикс. Вполне, да, вот, богатый мужчина. Якобы он отец ребенка. Мне насолить. Но вы же его помните? Вы помните, что вы вместе отдыхали, что вы снимали дом, что она ездила с ним на пляже, когда у вас болел живот? Ваша честь, вот это мы помним, вот друг друга помним, вот как бы, но отдохнули, прошло, извините, целый век. Не было факта измены, да, по-вашему? Да нет, конечно, нет, конечно, это чисто мне, вот, то, что я сейчас не могу, она развелась со мной, и вот сейчас вот у нее идея фикс. Она съездила к ним домой, увидела, как они живут, и вот оно у нее начало. Ваша честь, просто поймите, даже вот когда мы вместе отдыхали, вот я это, когда пришло нам вот это извещение, что в суд, вот зачем она в суд с этим пошла? Даже тогда, вот когда мы вместе отдыхали, у меня супруга, вот мы постоянно вместе тоже были, она любила погулять, постоянно ругань у них происходила, тогда еще с женихом получается. Но это всегда так происходит в семье. Она иногда могла свободно куда-то уйти. Не надо это, при чем тут все происходит, не происходит. Мы были молодыми. Ты дела ушла, ты сейчас на меня хочешь это повесить. Ваша честь, да, у нас с супругой нет детей, ну, это как бы наша беда, у Люси просто проблемы как бы со здоровьем. Но у меня есть любимые племянники, два замечательных мальчика, мне этого достаточно, я их полностью обеспечиваю, содержу. Ну, у Люси просто сестра, мать-одиночка, вот они проживают вместе с нами, меня это полностью устраивает. А вы заявили в своих свидетелях Никифорова Людмила Антоновна. Да, это моя супруга, прошу вызвать в качестве свидетеля Никифорова Людмила Антоновна, который подтвердит, что Леонид никак не может быть моим сыном. Я прекрасно знаю, что ты его отец, на сто процентов уверена. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина утверждает, что у нее 15-летний взрослый сын от вашего мужа. Что вы можете по этому поводу сказать? Ваша честь, это все чушь. Вы знаете, вот эта вот Ирка, она всегда была такой, она всегда была алчной и жадной. Знаете, как мы встретились? Мы с мужем вернулись из поездки за границу и пошла я себе обновочки покупать. Выхожу из магазина, смотрю, у витрины стоит такая... Это недавно все было, да? Да, вот буквально дней 10-15 назад. Стоит на витрины, смотрит вот такими... Пораньше, наверное, все-таки. Вот такими... Месяц, скажи, полтора. Ты что? Продолжайте, пожалуйста. Вот такими глазами смотрит, думаю, какая-то серая мышка у такого элитного магазина. Какая мышка? Ты на себя посмотри. Ты вообще давно в зеркало смотрелась. Так. Вот. И я смотрю, что-то черты какие-то знакомые. Говорю, Ирка, ты ли это? Она говорит, да я глаза потупила. Я говорю, ты что тут делаешь? Да просто любуюсь. А я понимаю, что финансовое положение-то там совсем аховое. Из дуру-то еще. Вот проклинаюсь себя до сих пор. Визитку ей дала. Говорю, приходи к нам в гости. Правильно и сделала. Она говорит, а у меня сын есть. Я и пришла. Ну вот, лучше бы не приходила. А что мне колебаться? У меня, говорит, сын есть. Я говорю, так ты приезжай. С нами сестра живет с племянниками одного возраста примерно. Пусть детки поиграют. Ваша честь. Когда она зашла в наш дом, я думала, у нее челюсть до пола отвалится. Глазами зырк-зырк. Что сравнить, как мы живем и как вы живете? Так надо добиваться целей-то в жизни. Чего добиваться? Вот именно. Выходить замуж надо умно. Скажите, пожалуйста, вы что считаете, она пришла сейчас в суд исключительно из зависти к вам? Конечно. Вы посмотрите, папа. Это было побудительным мотивом. А зависть? Конечно. Вот у меня Витенька и красавица, и умница, и богатый, и меня любит, балует. А она, что у нее в жизни есть? И она решила нашего богатства себе немножечко-то захапать. Отхапать, да. Ваша честь, о чем мы сейчас говорим? Зачем мы время теряем? Давайте посмотрим на Леню. Он копия Виктора, его манеры, его черты. Вы посмотрите на моего ребенка. Ирина, скажите, пожалуйста, вот вы про сын про своего говорите, хотите его сейчас пригласить. А вы ему сказали, зачем вы сюда пришли, зачем вы этот процесс затеяли? Конечно, сказал. Что вполне возможно, его папа не Андрей, а Виктор. Конечно, я ему все сказала. То есть он все знает, да? Он все знает, он в курсе, он уже посмотрел все. Посмотрел на своего будущего, на своего настоящего отца. Угу. Вот когда же, да? В курсе всех этих событий, конечно. Ну хорошо, будет интересно послушать его мнение. Пригласите, пожалуйста, Свешникова Леонида. Сейчас посмотрим. Не обломится ей ни копеечка наша, ни одна. Элементы будете платить еще. Угу. Здравствуй, Леонид. Здрасте. Даже не похоже. Леонид, скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что твоя мама утверждает, что человек, которого ты всю жизнь знал как отца, Андрей, не является твоим отцом, а твой отец Виктор Никифоров? Да я всегда знал, что Чмарина не мой отец. Выбирай выражение. Выбирайте, пожалуйста, выражение. Он даже смотрит, что нас обеспечить не может. Правильно сынок говорит. Вот как-то раз он меня позвал гулять, так мы пошли в какую-то дешевую забегаловку, хотя я хотел в ресторан. Как-то раз тоже пошли гулять. Я видел там, зашли в магазин, я видел там хорошие кроссовки. Ну вообще, скидка была, ну вот такая. Вот стоили всего 7 тысяч. Так он зажмотил, сказал Иба, что вот у меня и так хорошие кроссовки. Так у него денег нет. Ты что, ты из-за этого так на папу обижаешься? И из-за этого ты считаешь, что он не твой отец? Готов, чтобы от него отказаться? Он просто зажмотил и все. Леонид, да как так можно? Прекрати, пожалуйста. Да здесь не в кроссовках дело. Зачем ты в суде это говоришь-то? Неужели ты не можешь как бы в семье это разобраться? Зачем это говорить? Ты мамины слова повторяешь. Не, ну так... Отец Виктор, вы послушайте, вы послушайте, какими вообще критериями мыслит ваш сын. Он говорит, что мне мой отец не смог купить кроссовки. Да он правильно все говорит. И поэтому он вообще не мой отец. Сейчас в жизни все решает деньги. Потому что он меня забегал в купальню, повез вместо ресторана. А сейчас не могу, и вот значит не отец. Ну что ты? Мать перед судом сказала, что Виктор мой отец. Я погулял его, реально, вот он крутой человек, у него есть и деньги, и машины. Вот я такой вот. То есть тебя интересуют в этой жизни пока только деньги, да? А как же отец твой родной? А как же нам дальше жить без денег-то? Сейчас все решает деньги, извините. И где работа еще? Ваша честь, вы понимаете, что Виктор сможет мне обеспечить тем, что мне нужно? Конечно, вот я хочу себя здоровать. Так оно же тоже не с неба это упало, это надо заработать как-то. Это же не за... А ты хочешь на все готовое сына своего привести? Ну не с этим же чмошником. Ну как ты его называешь? Прикорати, пожалуйста, я твой отец. Правильно, сын говорит. Получается, я тоже без денег, то тоже чмошник. Ты вообще воспитывала его, нет? Вот, пожалуйста. Давайте внесем ясность, ознакомимся с результатами генетической экспертизы. Принесите, пожалуйста, конверт. Спасибо. Итак, оглашаются результаты ДНК-теста. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Свешникова Андрея Львовича и ребенка Свешникова Леонида Андреевича. По результату настоящей экспертизы, Свешников Андрей Львович не является биологическим отцом Свешникова Леонида Андреевича. Виктор, отец ребенка, ты теперь будешь платить алименты. Ваша честь, этого не может быть. К сожалению, так случилось, что мой муж бесплоден. У меня даже, Ирка, справка есть. Так что обломись, не достанется тебе ни копейки. Витя не может иметь детей. Быть такого не может. Передайте, пожалуйста, справку. Послушай, а я же тебе платил алименты эти два года. Как так? Ты знала все и меня обманывала, что ли, получается? И что теперь? Ничего я тебе не отдам. Ты мне все вернешь. Ничего я тебе не отдам. Все вернешь, я на тебя в суд подам. Получается, что она вас все 15 лет обманывала. Получается так, да? Я тебе ничего не должна и отдавать не буду. Так ты, получается, знала об этом? Нет такого закона. Нет такого закона о том, чтобы я тебе должна отдать тебе деньги. Будьте любезны, судебный пристав. Принесите, пожалуйста, результат ДНК-теста Никифорова Виктора Ивановича. Спасибо. В рамках проведенного исследования метода молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей, предполагаемого отца Никифорова Виктора Ивановича и ребенка Свешникова Леонида Андреевича. По результату настоящей экспертизы Никифоров Виктор Иванович является биологическим отцом Свешникова Леонида Андреевича. Этого не может быть. Замечательно. Этого не может быть. Почему это не может быть? Здесь не может быть ошибки. Нет, это все ты, аферистка, что-то придумала. Этого не может быть. У меня же справка о бесплодии. Где твоя справка? Где справка твоя? Ваша честь. Сколько там лет написано? Восемь лет назад твоя справка выдана? Да, восемь лет назад. Угу. Это какая-то ошибка просто. Я не верю. А у нас все случилось шестнадцать лет назад. Раньше рожать себе нужно было. Дура ты! Не твое это дело! Еще руки распустил. Да успокойся. А что ты молчала тогда? Все хорошо было? Виктор Иванович, расскажите, пожалуйста. Вы же были уверены, что у вас не может быть сына. Оказалось, что вот он уже. Ваша честь. Я так не ожидал. Я жил с мыслью, что у меня детей нет. Как бы детей не будет. А тут взрослый сын, пятнадцать лет уже. Естественно, полностью не знаю прям. Лень, что ты говорил там? Комп. Смартфон. Завтра съездим, выберем. Что? Что? Ты что, не он не распустил? Это вообще не пойми, кто? Пятнадцать лет его не было. Как это не пойми, что? Все докажено. Где есть? Как это не пойми? Ты что? Это сын его родной? А у вас есть дети? Нету? Беспомненно. Ты давай этого не придумывай. Не будет даже ноги в доме вот этого отпрыска в нашем. Почему не будет? А если он ради наследства убьет меня? Почему ради наследства? Знаешь что, Люд? Я тебе скажу. Да потому что он весь свою мать. У меня твои родственники уже вот здесь вот сидят. Племянники, сестра твоя, кто работать не хочет. Корми их, поищем. Нормально у меня родственники. Так это твои родственники, это не мои родственники. А что это? Вы так довольны были, что с вами племянники живут? А теперь вдруг. У меня сына, Шоссе, Ваша честь. Быстро ты переобулся. Я не переобулся. Ну что? Так быстро вас отцовские чувства проснули? Давай еще Ирку нам в дом приведем. Ну ее нет, а его да. Почему бы нет? Хорош, хватит уже. Он будет жить со мной. А мне элементы только от себя нужны. Ты нам не нужен. Нам элементы только нужны. Да что ты говоришь-то? Алименты нужны. А вот фиг ты что получишь. Человеку уже 15 лет. Не в пеленках чай находится. Одно его мнение. Спросите, извини. Согласен ко мне переехать? Да. Конечно. Нет, нет, нет. Пусть живет со своей мамашей никаких алиментов. А теперь, Ирка, ты вообще обломаешься. Да что ты говоришь-то? Нет, от Вити не получишь. Нет, Андрюша. Стоп. Ребенок будет учиться. Я его в Англию отправлю. В хороший колледж. Все у него будет. И с работой помогу. С учебой помогу. Куда ты его отправишь? Я разрешение не дам. На выезд ребенка. Я хороший адвокат. У тебя быстро его отнимут. А разве вы не этого хотели? Разве вы не этого хотели? Не лучшей жизни для своего ребенка, когда в суд пришли? Мне нужны были только алименты. У меня это в планах не было. Ну алименты вы должны тратить на ребенка, а не на себя. Ну конечно. Вот он вам предлагает колледж. Частично на себя. В Англии и так далее. Все 24 удовольствия. Вот реально ты всю жизнь меня испоганила. Хочу сказать, что как мы с ней только расписались. Я говорю, давай детей. Год долблю. Два долблю. Три года ее долблю. Давай заведем детей. Она сначала фигура. Сначала возраст. Рано. Третья. Десятая. Потом вышел срок. Поехали у нас не получать. Уже решила вроде. Приезжаем. Не может уже иметь. Я ей предлагаю ЭКО. Нет, не надо ЭКО делать. Хорошо. Она всю свою красоту, всю свою фигуру. Это третья, десятая. Потом притащила сестру с племянниками. Ну типа, у нас и дети в доме есть. Все, у нас дом полный чаш. Но я как бы смирился с этой мыслью. Ваша честь. Десять лет назад у нас на фирме, у меня работала сотрудница Маша такая. Вот. Она, ну у нас как бы мы тайно начали встречаться. Потому что тут детей нет. И получилось так, что Маша забеременела. Вот. Я как бы стала условие. Это выследила. Это все выследила. Это вы сейчас супругу свою, да? Уже это. Уже это. Завтра же идем на развод. Быстро переобулся. Да. И с пугом. Деньги все-таки в итоге, еще там, я не знаю, какие были условия. Но в итоге Маша срочно увольняется. Потом я выясняю, что она сделала аборт. Правильно. Правильно. Людмила ее заставила, просто чуть не насильно привела к гинекологу. И сделали аборт. Была ее тоже, чтобы к вам в дом пригласить? А поселить вместе с вами? Приходите все. А зачем, если она не хочет? Сначала не хочет, потом не может. Детей мне дать. Поэтому, естественно, я как бы, ну, настроение не стал искать. Дура ты, Люська. Следила за своим мужиком. Следила, да не следила. Правильно ты говоришь. Пока ты следила, мы раз, и ребенка сделали. Тебе все равно ничего не достанется. Мы это посмотрим. Будет у нас тивание, что я законная жена. А это что? Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Вы меня чего, тут развели, что ли, я не понимаю? Что происходит-то? Так, если такая история. Николай, верни мне, пожалуйста, деньги. Какие еще деньги? О чем речь? Какие деньги? Николай Свиридов уверен, что 9-летний Павел не является его сыном. Это же утверждает и его теща. Которая убеждена, что отцом ее внука является успешный бизнесмен Андрей Пичугин, с которым у ее дочери, Марии, в прошлом был роман. Мама мальчика отрицает такую возможность, обвиняя мать в корыстных мотивах и попытке разрушить ее жизнь. Прошу всех садиться, оглашайтесь решение суда. Иск об оспаривании отцовства Свешникова Андрея Львовича. Удовлетворить, аннулировать запись об отцовстве бывшего мужа истца Свешникова Андрея Львовича в отношении 15-летнего сына Леонида в записи акта о его рождении. Иск об установлении отцовства Никифорова Виктора Ивановича и о взыскании с него алиментов удовлетворить. Установить отцовство Никифорова Виктора Ивановича в отношении 15-летнего сына Леонида. И указать в актовой записи о рождении ребенка в графе отец Никифорова Виктора Ивановича. А также взыскать с него алименты в пользу истца на содержание несовершеннолетнего сына в размере одной четверти заработка и иного дохода ежемесячно, вплоть до совершеннолетия Леонида. Судебное свидание закрыто. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Прошу всех садиться. Я не могу сказать, что я не могу сказать отцовство в отношении сына моей жены Павла, так как считаю, что она меня нагло обманывала все эти 9 лет, что ребенок не мой. И, собственно, об этом я узнал не оба от кого, не от ни на рынке, ни на базаре, а от собственной тещи. Ну, это действительно достоверный источник. А вот отвечать с требованиями не согласна. Я предлагал своей жене пройти тест на ДНК, на что она категорически ответила отказом. И у меня подозрение, что ребенок не мой. Ваша честь, это просто полный абсурд. Конечно же, Коля, он отец Павлика. В этом не может быть вообще никаких сомнений. И я просто в шоке от того, что это наяву со мной происходит. Я был сначала в нее влюблен, как бы, по-моему, молодой. Она всегда была ко мне холодна. И, собственно, то, что написано в свидетельстве, что ребенок мой, я тогда так считал, но мне теща говорит, что ребенок не мой. Ну, это очень странно. Коль, ты подумай, вообще. Я просто вообще не понимаю... Почему ты тест на ДНК не хочешь пройти, если ребенок мой? Потому что у тебя не должно быть сомнений в том, что это твой ребенок. Это действительно ребенок твой. В чем вообще вопрос может быть? Ты вспомни, как ты на коленях передо мной стоял. Как ты умолял меня, чтобы я замуж за тебя вышла. Как ты плакал, когда я в конце концов согласилась. Я любил тебя, поэтому так и думал. А потом проанализировал, что очень много каких-то нестыковок в наших с тобой отношениях. Ты уже 9 лет анализировали. Нет, я просто говорю, я сначала, как бы, она была девушка видная. Она ко мне не испытывала... Она и сейчас прекрасно выглядит. Не испытывала ко мне тех чувств, которые, как бы, должны были быть. Я пытался заслужить ее расположение. Пытался ей делать дорогие подарки, хотя денег у меня не было. Работал там ночами, бомбил, там, вот, какой-то шарфик купить, что-то. Возил ее на отдых в Турцию. Хоть денег не было, но из кожи вон лез. Нет, а по-моему, это нормально. Что-то делать для своей любимой женщины, для своей жены в конце концов. А что, ну так, и что, 9 лет никакой отдачи? Нет, за все время я думаю, очень. Я вообще не слышал, что она меня любит, что я хороший муж, что я хороший отец. И потому что нет отдачи, вы решили, что вы не отец ребенка? Не теща сказала, что ребенок не мой. Я проанализировал, что до меня у нее был местный мажор Андрей Пичугин. И, собственно, вот как только она с ним рассталась, она начала встречаться со мной. Вот именно, что тут криминального? Родители Андрея были против ее, потому что считали, что она не подходит ему по статусу. И очень все странно как-то, вот как только она перестала... Родители Ответчика, да, были против вот этого мажора? Да, родители Андрея Пичугина были против этих отношений. И она как-то, как только с ним рассталась, прибежала ко мне. Это все очень как-то для меня странно. Нет, я не вижу ничего криминального в том, что я встречалась с Андреем. Тем не менее, в свидетельстве рождения вы записаны отцом. Давайте посмотрим на свидетельство. Вы же записались отцом? Да. Ну, я говорю, я был, я молод был, глупый, я поверил, что... Пожалуйста, отец Сверидов Николай Викторович, мать Сверидова Мария Яковлевна, ребенок Сверидов Павел Николаевич и ваше отчество. Вы женились, родили ребенка, записались отцом. Я поверил, поверил. Тогда сомнений не было, были сильно влюблены, ослеплены любовью. Да, я был сильно влюблен, она как бы, она позволяла себя любить. Я не понимаю, почему это... У нее был вот этот Андрея, его она любила. Ко мне она просто прибежала, она забеременела от Андрея и, собственно, и решила, чтобы все сходилось, с ним рассталась. У вас есть какие-то более веские аргументы, кроме того, что вы обвиняете вашу жену, что она вас недолюбила? Он встречался с Андреем Пичугиным, вот, недавно, разговаривал с ним, он сказал, да, что когда они расставались, она была беременна, он об этом знал. Она ему сказала, что у нее там сделала аборт или выкидывает, что-то такое, но я в это не верю. Она сказала Андрею, отвечик сказала Андрею. И Андрей считает, что это его ребенок, что как бы и по срокам все сходится, и как бы... Коль, ты говоришь... Ну, не могла она так быстро отменять, я считаю... Ты понимаешь то, что ты говоришь абсолютнейшую чушь? Какая чушь? Я не виделась с Андреем, вообще-то, до прошлой недели, когда он пришел и мне вот сказал то, что я хочу увидеться со своим сыном. Я вообще не понимала, что происходит. К вам пришел Андрей Пичугиный, потребовала встречи с сыном. Да, то есть я вообще не поняла, что происходит, мы с ним не виделись столько лет, и тут он заявляется и говорит, что он хочет увидеться со своим сыном, когда на минуточку это вообще этот ребенок никакого отношения к нему не имеет. И тогда просто до меня дошло, что это все подстроила моя мама. Я вот ни секунды в этом не сомневаюсь. Просто она всегда хотела, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мажора, чтобы она жила за мой счет. Так он же как раз мажором и был, со слов, по крайней мере. Андрей был мажором, а Коля работает просто обычным сантехником. И мама мне всю жизнь на мозги капала, что я должна себе найти достойного мужчину. Потому что она была замужем за папой, папа работал у нас, ну он был номенклатурным работником, то есть она привыкла к хорошей жизни, она привыкла и отдыхать, и хорошо одеваться. И теперь она считает, что я должна ей обеспечить вот эту вот хорошую жизнь. И она мне капала на мозги, чтобы я разошлась с Колей. Но я, как бы несмотря ни на что, несмотря на то, что она меня всю жизнь подбивает к этому, я живу с ним, я люблю его. И рассказать, что он является биологическим отцом вашего ребенка, она пытается установить свои порядки в вашей семье, правильно? Она пытается противостоять нашему счастью, нашей любви, потому что она с чего-то взяла, что я должна обеспечить ей достойную жизнь, какие-то там поездки. Но видите, как ваш муж такой легковерный оказался, что даже в суд пришел. Да мне вообще обидно, я не знаю, как так можно. И так как у нас с ней, ну, не очень хорошо отношения, я склонен к ей. Нет, она убедительно говорит, а у тебя свои мозги есть, ты вообще не мажешь? Поскольку она вас недолюбливает, вы ей склонны доверять, да? Да нет, просто она такой человек прямолинейный. Вы ее свидетелем просто заявили с вашей стороны в суде. Я знаю, что она человек прямолинейный. Плюс Андрей тоже, Пичугин говорит, что это его и все говорят. Вы слушаете? Она вас свидетелем заявлена. Да, я хотел бы выразить ее как свидетелем. Пусть она скажет то, что говорит мне, моя теща. То есть своей жене ты не веришь, а теща ты поверил? Бирюкова Валентина Сергеевна, правильно? Да. Будьте любезны, приставь, пригласите ее. Да с чего у тебя так мозг-то повернулся, я вообще не понимаю. Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Причем тут вообще Андрей? Расскажите, пожалуйста, Валентина Сергеевна о суду. В чем ваш интерес? Зачем вы сподвигли вашего зятя оспаривать его отцовство? Мой интерес в правде, Ваша честь. Я четко знаю, что мой внук, он сын Андрея, а не Николая. Просто у моей дочухи очень... Посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Вот ваш внук, он сейчас сидит в комнате психолога. Полуша, да. И вы сейчас хотите сказать, что ваш зять, который 10, простите, пожалуйста, 9 лет, считал себя отцом этого ребенка, таковым не является. И ребенок считает его папой. И называет наверняка папой. То есть вы пришли и разбили все? Почему я не разбила все? Я хочу истины и правды. А почему вы 9 лет ее не хотели? Она родила моего Павлуша, внука моего единственного, от Андрея. Просто у нее, понимаете, большое такое чувство, я не знаю, гордости. Она не хочет признаться в этом. Они встречались с Андреем. И вообще, кто такой Николай, это так, знаете? Он 9 лет был мужем вашей дочери. И все еще не является. Он нашел не стоит этого Андрея. Андрей бизнесмен, и он готов признать своего сына, ребенка. Павлушу. А почему вы так уверены, что именно он является отцом, а не ваш дать? Ваша честь, ну все проходило на моих глазах. Послушайте, ну они очень любили друг друга, Андрей и Маринка. Встречались, и у них было все. Даже один раз я их как-то застала в квартире, пришла раньше времени. И слышала, чем они занимались в соседней комнате. Правда, она отрицала, говорила, что нет, между нами ничего не было. Но вскоре ее затошнило. Потом я увидела тест полоски на беременность. Понимаете, и поэтому я четко знаю, что Павлуша рожден от Андрея. И тем более Павлик тоже говорит мне, что Николай не его отец. Да, даже ты мне говоришь, что не я. Кто говорит? Ваш внук вам говорит, что Николай, естественно, не его отец? А он откуда это взял? Послушайте, пожалуйста, я вот все объясню вам. Просто Павлик, у него вообще в принципе, у него с детства очень тяжелый характер. Мы даже вот его там к психологу вводим, чтобы как-то это исправить. И у них произошел конфликт с Колей, где Коля очень так, ну, жестоко отругал его, сказал то, что он должен делать уроки, а не играть там в игры. Конечно, Пашка на него обиделся. И в ответ там наговорил ему кучу гадостей, сказал, что он вообще ему не отец, потому что родные отцы себя так не ведут, а родные отцы там любят своих детей. Вот, но это же просто, это же всем понятно, что это просто детская обида, не более того. Да он как кому угодно может, он и мне может так сказать. То есть он сам это что ли придумал, да? Просто ты не мать, ты не отец, не обидевшись, да? Конечно, он сам это придумал, он просто от обиды, но от обиды дети ничего только не говорят. Я поняла. И тут он также от обиды сказал, что это не его отец, потому что он просто ему как-то там, ну, нахамил или там что-то не так сказал, как ему. Валентина Сергеевна, да, вот все-таки я хотела бы уточнить. Вы сейчас сподвигли своего зятя прийти в суд, оспаривать отцовство, потому что считаете, что он недостоин вашей дочери? Потому что вы хотите себе обеспечить достойное существование путем установления отцовства вот этого, как его зовут, Растя, Андрея, да? Я не знаю, что она родила от Андрея, она родила от Андрея по шутку. Вы понимаете, и сами, у них толком-то жизни нет, Николай и Маша моя, они плохо живут. Ну, а вы-то откуда знаете, есть у них жизнь или нет? Ну, вот если вы хотите правду установить, говорите тогда правду. А я говорю правду, на суде я говорю только правду. Плохо они живут, передеваются. Мы прекрасно живем, когда ты не лезешь. Я не лезу, я просто хочу, чтобы была истина, восторжествовала истина. Машуля, ты моя золотая, как вы живете? Вы считаете эти копейки? От зарплаты до зарплаты еле живете. Нет, не просим. Боже мой, я не знаю, а как они... Вопрос, видимо, в том, что вы ей денег не даете. А как они повлушат вообще? Я так понимаю, в этом претензии по свидетелю. Политина Сергеевна. Ребенок даже не может поесть... Маша, подожди, я говорю. Ребенок даже не может вдоволь поесть фруктов. Ну, конечно, да, у моих подруг дети отсылают родителей на курорт, покупают путевки, делают хорошие подарки. Здесь, в общем-то, не дождешься этого. То есть получается так, что если сейчас есть возможность найти какого-то папу побогаче, то почему бы этого не сделать? Да, Валентина Сергеевна? Давайте найдем папу побогаче, который будет вдоволь фруктов покупать, кормить ребенка, разобьем семью, которая 9 лет счастливо жила. Да там нет хорошей семьи. Давайте послушаем Павлика. Вот что он скажет, как они живут. Действительно, давайте послушаем, что говорит Павлик нашему психологу. Паша, скажи, ты занимаешься спортом каким-нибудь? Футбол немного играю. А на футбол кто тебя волит, папа или мама? Мама, папе постоянно некогда. Он для меня ничего не делает. Надо мной в школе смеяться, отцеплевать на меня. Потому что он мне не родной папа. Паша, складывается такое ощущение, что ты не совсем свои мысли сейчас озвучил. Тебе кто-то сказал обо всем этом? Да, мне бабушка сказала. И что мой родной отец Андрей тоже бабушка рассказала. Он мне классный ноутбук подарил, кроссовки купил модные. На футбол несколько раз приходил и болел за меня. Я хочу с ним жить. Это какой-то кошмар. Ты уже успела Павлика с Андреем познакомить, я так понимаю, да? Ну и что? Что я плохого сделала? Мария Яковлевна, объясните, пожалуйста. Я познакомила родных людей. Моя-то хочет жить с чужим дядей. Это нормально, по-твоему? Это не дядя. Андрей души не чает в Павлике. И Павлик нашел с ним общий язык. Он тянется к нему, им хорошо. А вы, получается, тоже говорили сыну, что истец не его родной отец? Конечно, нет. Я никогда бы такого не сказала, я такого никогда не говорила. Я же вам объяснила ситуацию. Просто бабушка его очень любит, она его балует. А кто еще будет баловать, кроме бабушки? Я просто хочу, чтобы вы послушали, что ваш ребенок говорит психологу. Паша, скажи, а дядя Андрей часто с тобой видится? Теперь часто. А чем вы занимаетесь? Мы идем с ним гулять куда-нибудь. Он мне даже комнату сделал. Я у него был целых три дня. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы с ним увиделся я. И чтобы суд решил, что он мой папа. Нет, я вообще в шоке. То есть ты уже успела его домой к Андрею сводить, да? Маша, ну ты такая дуреха. Мам, ты вообще думаешь, что ты делаешь? Ты меня обманула, ты сказала, что вы поехали на дачу, а сама отвезла его к Андрею. Ты вообще... Встретились, ну и что? Машенька, милая моя, ну ты понимаешь, Павлик ребенок. И то он понимает, где ему лучше будет. Ты сама потом захочешь укусить локоть, да не достанешь. Вот именно, Павлик ребенок. А ты зачем его сюда приплела? А ты хочешь нам в жизни порушить? Ему хочешь жизнь порушить? Ты вообще что творишь? Я подумаю чуть-чуть вообще, что ты делаешь? А вы знаете, что Андрей Пичугин заявляет свои исковые требования, утверждает, что он является биологическим отцом? Два дела были объединены в одно исковое производство, поэтому будьте любезны, представьте, пригласите, пожалуйста, Пичугина Андрея Владимировича в зал суда, для того, чтобы суд заслушал суть его исковых требований. Ты просто вот из-за того, что ты хочешь жить хорошо, ты хочешь, чтобы мы жили плохо. Ты хочешь, чтобы ребенок жил с чужим мужиком. Павлик и ты, чтобы жили хорошо. Да ты только о себе думаешь. И Андрей Владимирович, всем это понятно. Здравствуйте. Андрей Владимирович? Да. Признать ребенка. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Андрей Владимирович, уйми, пожалуйста. В сторону, пожалуйста. Сейчас говорит истец. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что вы являетесь биологическим отцом ребенка? Ваша честь, я совершенно убежден в том, что Паша мой сын. Дело в том, что я, скажем так, недавно встретил Валентину Сергеевну, и она мне все рассказала. У нас не очень... А что именно она вам рассказала? Понимаете, я чуть дальше начну. Дело в том, что у нас не очень сложились хорошо с Машей отношения в прошлом. Ну, не очень красиво все получилось. Дело в том, что она была беременна от меня. И, собственно говоря, я сказал мне об этом, а через неделю сказала, что сделала аборт. И тогда я психанул, я уехал. Оказалось, что никакого аборта не было. Что у нее родился сын. И спасибо Валентине Сергеевне, теперь я знаю, что у меня есть ребенок, которого я хочу растить и воспитывать, соответственно. Вот и все. То есть Валентина Сергеевна одному наговорила, потом Валентина Сергеевна другому наговорила, и теперь вот они полный абсурд несут. Хорошо. Абсурд. Ваша честь, я признаю, да, я действительно была беременна от Андрея. Ну вот, все и признала. Нет, не все прояснилось. Я потеряла этого ребенка. Я потеряла ребенка. И это было уже давно, это было до Николая. Паша, сын Николая. Коль, ну пожалуйста, поверь в это. Не верю я тебе, обманываешь меня. Коль. Скажите, пожалуйста, ответчик, вот у вас свидетель здесь заявлен, Королева Татьяна Михайловна, это кто? Это моя подруга, она видела все это, у нее на глазах развивалось, и она сможет доказать, что Паша сын Николая. Будьте любезны, признав, Королеву Татьяну Михайловну пригласите. Вот она просто наплела тебе, она наплела ему, всем понятно. Он наплел, она наплела. Сын мне говорит, что не я его отец. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Тишина. Татьяна Михайловна, расскажите, пожалуйста, чей Павел сын? Ваша честь. Исца или вот этого исца? Ваша честь, Маша моя близкая подруга, и я точно знаю, что Павел сын Николая. Отношения Маши и Андрея, ну а затем Маша и Николая развивались у меня на глазах. Так. Валентина Сергеевна, ну зачем вы хотите свести свою дочь с этим отморозком? Да вы же ничего не знаете. Ты думаешь, что ты говоришь, Танюша? Тогда расскажите суду, чего не знает теща? Теща обычно все знает. Да. Андрей ужасный человек, он бросил Машу беременную, из-за этого на нервной почве у нее случился выкидыш. Но потом она встретила Николая. А то есть вот как было дело? Господи, ну кто вдавался лет из семейной жизни? Таня, ты сама два раза была замужем, два раза разошлась, теперь одна воспитываешь двоих детей. Ты просто завидуешь моей Машу? Она моя руна, и она обо мне знает побольше, чем ты. Да ты что, больше, чем я? Вы хоть знаете, что этот ваш распрекрасный Андрей изнасиловал Машку? Ваша честь. Я советовала Маше обратиться в полицию. Ты, конечно, встречались. Маша, я прошу прощения, у тебя, оказывается, выкидыш был, да? Но она испугалась. Подождите, пожалуйста. Она испугалась и взяла с меня обещание, чтобы я молчала об этом. Об изнасиловании. Родители Андрея предлагали Маше деньги, но она не взяла. И теперь я решила об этом рассказать. Я хочу, чтобы мать Маши поняла, что она разрушает счастье своей дочери и хочет, чтобы чудовище воспитывало ее внука. Какой чудовище, барышня. Только вот она почему-то этого не понимает. Откуда вы вообще все это берете? Какое изнасилование? Никакого изнасилования не было. Да, у нас с Машей были сложные отношения, и, возможно, я поторопился в свое время. Да, я понимаю. Я не снимаю с себя вины. Я до сих пор испытываю. Вы ее изнасиловали? Нет, я ее не изнасиловал. Возможно, я поторопил ее. И в первую ночь это было, наверное, слишком быстро для нее. Я понимаю. Но никакого насилия не было. Это глупость полная. Тем более, если на мне и какая-то была вина, я уже за все давно ответил. Я уже за все получил. У меня ничего не осталось. У меня ничего нет. От меня отвернулись друзья. Я обанкротился. У меня погибли родители. Это если я был виноват. То есть вы считаете, что судьба вас уже за это наказала? Да. Если я был виноват, судьба меня за это наказала. Но сейчас я встал на правильный путь. Я пришел к Богу. Я начал веровать. Я стал другим человеком совершенно. Я хочу воспитывать своего собственного ребенка. Это может быть мой последний шанс. Это не твой ребенок. Я могу воспитывать его один, Маш, без тебя. В смысле ты можешь воспитывать один? Мало ли что. Вообще такой вопрос ставить пока неуместно совершенно. Что хотели сказать свидетельство? Мало ли что может эта Татьяна наговорить здесь. Понимаете, ну в молодости 10 лет назад все могло быть. Может быть он перегнул палку, но теперь Андрей, он совершенно изменился. Я знала его 10 лет назад и я знаю какой он сейчас. Потому что мы встречались, общались. Я вижу, он кается, он очень хочет быть вместе с Машей, со своим сыном. Понимаете, он многое может дать ребенку. Ну что вот Николай даст Павлуши? Ничего. А Андрей устроит в хорошую школу и поможет в институт поступить. Понимаете? И поэтому, Маш, ты... Ваша позиция понятна. Свернулся Андрей, и ты вот такой же... Давай сейчас узнаем, является ли Андрей Владимирович настоящим отцом Павла или нет. Будьте любезны, пристав, принесите конверс с результатами ДНК-теста. Понимаешь, ты помнишь всю эту ситуацию прекрасно, какая была. Я помню всю эту ситуацию прекрасно. Я поэтому здесь. Сейчас зачем ты лезешь в это? Иначе я бы не был здесь. Зачем ты лезешь в наши с ним отношения? Спасибо. Ваши отношения не нужны. Мне нужен мой сын. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Пичугина Андрея Владимировича и ребенка Сверидова Павла Николаевича. По результатам настоящей экспертизы Пичугин Андрей Владимирович не является биологическим отцом Сверидова Павла Николаевича. Ну, а кто так? Интересно. Какая-то ошибка. Такого быть не может. А кто так? Валентина Сергеевна, вы же мне сказали. Вы же мне эти фотографии приносили, показывали, похож. Что происходит? Я не понимаю. И чего ты добилась? Чего добилась? Что он уже своего ребенка не признает? Ну, не может быть. Вот он отцом моего Павлика. Сейчас узнаем, может или не может. Будь любезный пристав. Принесите, пожалуйста, конверс с результатами экспертизы. Семен вращался вокруг моей Марии. Мам, может, вокруг тебя какие-нибудь Семена и вращать вокруг. А я верна своему мужу. И у нас общий ребенок. Мы любим друг друга и хотим быть вместе. И я была бы очень рада, если бы ты не лезла в наши отношения. Спасибо. В рамках проведенного исследования методом молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей, предполагаемого отца Сверидова Николая Викторовича и ребенка Сверидова Павла Николаевича. По результатам настоящей экспертизы Сверидов Николай Викторович является биологическим отцом Сверидова Павла Николаевича. Понятно? И стоили твои старания этого, да, чтобы меня опозорить, чтобы меня перед мужем вообще выставить, не зная кем? Вы меня чего, тупо развели, что ли, я не понимаю? Что происходит-то? Так, если такая история... Николай, верни мне, пожалуйста, деньги. Какие еще деньги? О чем речь? Какие деньги? Коль, про чем он говорит? Хорошо, я поясню, какие деньги. Дело в том, что я заплатил Николаю 10 тысяч долларов. Маша. За то, чтобы он не путался у меня под ногами. Когда я узнал, что у меня есть сын, я попросил его, давай я тебе заплачу, и мы с тобой мирно, тихо разойдемся. Нет, он меня послал вначале, да. А потом вернулся. Вернулся и сказал, 10 тысяч долларов, и никаких проблем у нас нет. Так было, Коля? Так что деньги, деньги, возвращай, нормально. И все будет нормально. Ты рода у нас просто, да? Ты родного сына, жену продал за 10 тысяч долларов. Машенька, у твоего Николаши уже около 8 месяцев есть другая женщина. Ты просто ничего не видела и ничего не знаешь. А я это знала. Это правда, истец? Знаете, сначала она позволяла себя любить, я как бы перед ней расшаркивался, а потом как-то все прошло, и не знаю, я ее не чувствую, я ее не люблю. У меня есть другая женщина, и сын не считает меня отцом. Я считаю, что это было нормально. Господи, а я-то дура, я все это время думала, что это я во всем виновата. Что я виновата просто потому, что я брала. Вам совершенно не в чем себя винить. Потому что я просто все время хотела полюбить Николая. Я, да, я играла то, что я хорошая жена, а ночами просто рыдала в подушку из-за того, что я не могу его полюбить. А, конечно, ну, ребенок, он все чувствовал, он понимает, что если я так, то и он, конечно, как-то к отцу не очень. Но, да, теперь я понимаю, что просто это, конечно, не моя вина. Я не могла такого человека мерзкого, как ты, полюбить просто, и все. Ты не мерзкий. Но, тем не менее, он является отцом вашего ребенка. Придется вам и дальше с ним как-то сосуществовать. Стос удаляется для вынесения решения. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Выиски об оспаривании отцовства отказать. Актовую запись об отцовстве истца Сверидова Николая Викторовича в отношении девятилетнего сына-ответчика Сверидовой Марии Яковлевны в записи акта о рождении не аннулировать. Выиски об установлении отцовства Пичугина Андрея Владимировича в отношении несовершеннолетнего сына-ответчика Сверидовой Марии Яковлевны отказать. Суд не аннулирует запись об отцовстве Сверидова Николая Викторовича в отношении девятилетнего сына, потому что его утверждение, что он не является отцом ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Суд не устанавливает отцовство Пичугина Андрея Владимировича в отношении несовершеннолетнего сына-ответчика, потому что его утверждение о том, что он является отцом ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное заседание закрыто. Субтитры создавал DimaTorzok